друзья приветствую вас это вторая часть давайте посмотрим по российским акциям по курсу рубля начнем вот с доллара индекс доллара вот смотрите он конечно вообще просто в космос улетел но здесь вот его начали подрезать то есть видимо он уже достиг своего критического уровня ну вот перехай либо он здесь закрепляется и дальше вообще даже страшно представить что будет ужас ужас но такие движения они всегда требуют откаты причем достаточно сильного поэтому я думаю наиболее вероятно что с этих значений мы все-таки сходим но как минимум на сто с половиной а может быть даже еще и протестируем вот этот диапазон но кризис долларовой ликвидности поэтому в космос доллар улетел так поднявки от рисует разворотную формацию то есть укрепление основных валют к доллару здесь вполне вероятно что будет сегодня заход на 100 и 8 и потом возможно возврат вот сюда вот в этот диапазон здесь вот у него есть цель на 9826 так или иначе он пойдет ее отрабатывать ну деревья до небес не растут надо немножко не шпикировать даже если будет на фоне кризиса долларовой ликвидности прорыв доллара по отношению к другим валютам все равно какой-то корректирующий откат должен быть я думаю как раз сегодня в понедельник мы это будем наблюдать весьма вероятно так мы евро на фоне всего этого евро доллару катали немножко он правда не допадал от ему с учетом того что он по пробивал все эти цели надо бы сходить на 1 целый 054 56 а далее здесь либо консолидации разворот либо тестирование 1 целый 0 33 и уже провал на паритеты ниже вот ну смотрите вот сами видите какая здесь мощнейшая свеча вот и поэтому конечно то что евро пойдет расти сейчас при таком раскладе пока под вопросом нисходящий тренд растущие объемы но с другой стороны как будут при достижении 1 целый 054 вполне может быть разворотная формация но это все зависит еще от политики я цбфрс как они будут соотноситься во многом если как бы будет более выгодно переход капитала в евро то несомненно мы увидим отскок и отработку вот этой цели 1 целый 23 вот но здесь надо смотреть динамики так вот сказать однозначно что евро кому пойдет в пол нельзя вот если пробьет 1 0 целых 33 на растущем объеме ведет вниз тогда да будет уход в пол то есть на паритет и далее так далее курс рубль доллар тумору но смотрите вот у нас здесь вчера сформировалась движение вниз то есть укрепление рубля ослабление доллара пришли на определенный сильный уровень 79 здесь идет попытка разворота и отскока как сегодня что будет с нефтью если не будет расти несомненно мы увидим движение вторую часть на 77 с половиной вот сюда далее в 13 013 30 заседания cbrf соответственно здесь когда ставку объявят если ставка окажется неизменной или вдруг решат ее еще снизить тогда не несомненно мы увидим даже на растущей нефти уход на 80 вот сюда вот 87 вероятность такого события очень велика в том случае если ставку будут увеличивать а я склоняюсь к тому что ее увеличат как минимум на процент даже больше наверно на 1-3 процента ну иначе иначе это даже при с учетом того что началась восстанавливается нефть это создает очень большое давление на платежный баланс и резервы придется полить их придется полить очень энергично я думаю на это не пойдут поэтому я вам озвучил свое видение что снижение увеличение ставки на процент на 2 может быть и больше но вот исходя из этого мы если такое действие будет произведено 123 процента и более то мы увидим движение ну как минимум вот сюда вот и вообще в ситуации там 2 плюс процента увеличение ставки возврат на 75 72 с учетом событий 22 апреля наверняка будут пытаться удержать курс доллара потому что дорогой доллар это дорогие цены в магазине чего бы там не пели про импортозамещение песни все у нас завязано на импорте и поэтому люди будут очень недовольны поэтому по крайней мере я думаю думая будут пытаться его затушить для того чтобы затушить помимо вливаний валюты вброс валюты на продажу нужно еще и ставку регулировать или по операции и здесь уже как бы с учетом такого обвала национальной валюты да именно обвала потому что когда он 64 уходит за 80 это именно обвал это именно девальвация надо называть все своими именами и здесь я думаю будут предприняты меры по скажем так откату назад но в любом случае я думаю при таких ценах на нефть дешевле 40 не будет рубль более крепкий чем 70 даже 71 за доллар то есть курс ниже 71 рубль за доллар то есть 69 68 при цене на нефть ниже 45 долларов за баррель я думаю скорее всего мы не увидим то есть вот могу вот этот откат при таких ценах на нефть даже если она будет диапазоне 25 35 я думаю здесь будет диапазон по доллару 71 75 сейчас его наверное до 22 апреля откатят потому что иначе будет недовольство населения ну а потом если нефть не отскочит не вернется в прежний диапазон я думаю его на 80 возможно 86 потом после 22 апреля при нефти в районе 25 долларов за баррель отпустят ну а сегодня движение в зависимости от решения cbrf если ставку оставят прежний или вдруг ее решат увеличить то мы увидим заход вот сюда вот на 878 потом тестирование пробитие 82 юля в космос если ставку будут увеличивать если на процент увеличит наверное сюда куда-то сходим если на 2 3 4 5 процента то соответственно скорее всего вот в начало вот этого гэп или даже закроем гэп вернемся сюда куда-то вот не считаю что не нельзя так это неправильно такую девальвацию проводить резкую даже несмотря на то что цена на нефть снизилась здесь как бы население оно не должно быть заложником этой ситуации что несбалансированная такая система так вот по евро здесь я думаю ситуация будет более интересная чем по доллару сегодня потому что евро она начинает отскакивать по отношению к доллару слишком сильно его просадили и поэтому я думаю что сегодня мы весьма вероятно так или иначе увидим движение евро рубль на 87 один вот сюда потом если ставку все-таки увеличит конечно будет возврат на 82 74 вот но я думаю какой-то задерку сюда в этот диапазон вполне может произойти разворотная формация свечная плюс укрепление евро к доллару кому напрашивается сначала задерку сюда а потом уже какое-то укрепление рубля вот сюда вот в этот диапазон или даже вот сюда вот но в любом случае если даже мы сегодня вот эту цель не отработаем 87 один и тогда наверное как-то на следующей неделе под каким-то салатом будет отработка так что хотел вам сказать вот смотрите в результате вот этого обвала и краше ликвидности очень сильно просадили серебро вот серебро сильно просадили сейчас она нарисовала разворотную формацию пытается здесь закрепиться и при такой ситуации при стабилизации положение с кэшем что кэш не нужен от морженка ли там кого надо было вполне можем увидеть восстановление по серебру и причем достаточно сильный но ближайшая цель который я вижу по серебру это 14 7 и следом 15 и 6 ну и соответственно стоп здесь должен быть на 163 очень высока вероятность вот этого отскока по серебру если рассматривать российский рынок то здесь серебро можно через фьючерс серебряный фьючерс серебряный с в м 0 это июньский фьючерс и через акции поле металл поле металл крупнейший производитель серебра так друзья на фоне восстановления нефти и позитива по америке пошел отскок по сбербанку немножко вот мы не добились здесь вот одна цель это 192 и следующая цель это 200 и при сохранении текущего позитива вполне мы по сбербанку видим восстановление до двух этих уровней сегодня 0 вот по часовому графику если смотреть первая цель это 195 вот совсем мы рядом с ней возможно даже гэпом будет движение вот и следующая цель она находится но если часа и к рассматривайте она даже повыше она вот здесь вот в районе 208 на что хотел обратить внимание вот здесь ну внизу есть цель это понятно текущая формация сохранение роста даже если будет корректировка но не будет пробита 179 по 179 здесь сильная поддержка если даже вот здесь корректировка начинает 179 на объеме не пробиваем и не закрепляемся все равно будет откат проторговкой движения наверх цели движения наверх 1 это 194 и 3 следующая цель это 205 и вот здесь есть цель на часовике 280 половиной ну и потом закрытие вот этого гэпа на 220 но вот 208 209 сегодня или в понедельник при сохранении цен на нефть и небольшом их росте это вполне как бы реалистичные цели но помним про стоп вот здесь это должен быть стоп так далее что у нас с национальным достоянием национальное достояние уперлась в потолок 175 174 с половиной и судя по тому что динамика сейчас позитивная здесь вот есть основные критерии которые указывают на то что был набор позиции предшествующей росту мы вполне можем увидеть движение на 187 то здесь надо уверенное пробитие 175 на растущем объеме далее цель движения 180 и при закреплении 180 81 следующая цель движения 188 здесь вот это текущее движение краткосрочное который развивается в рамках v-образной формации она допускает просадку и корректировку вплоть до пробития 170 170 с половиной то есть 170 170 с половиной это терпимо если будет уход ниже то в принципе рост будет возможен но при этом будет отработана цель сто шестьдесят семь с половиной и уже по факту консолидации в течение какого-то времени мы можем увидеть движение вверх по газпрому как и по сбербанку вот здесь разворотная формация круглая и ближайшее время это разворотная формация она должна с высокой степенью вероятности быть реализована то есть у газпрома здесь вплоть до 200 движение я сегодня пока не думаю что за один день мы это наверстаем но при сохранении позитива по нефти америке в ближайшие там дни понедельник вторник вполне его могут вывести сюда как раз вот рисуется данная фигура на 200 но помним про стоп и помню про то что сейчас рыба пила приплыла на будет пилить и в любой момент будь то отсюда будь то отсюда возможен резкий срыв и соответственно уход на 155 156 тем более bloomberg неспроста постоянно экспертов интервьюирует арабских которые утверждают что 10 долларов цена не цена 10 долларов за баррель может быть цена на ней 10 долларов это перегиб там с учетом аренды танкеров никак эти 10 долларов не получится но резкая внезапный уход на 15-20 они организовать могут правда я так понимаю в качестве того чтобы они на такой шаг не пошли им там устроили замес йеменские повстанцы по заданию партии непонятно только пока какой ну и пока там напряженность вот это держится с именно я думаю они не будут особо качать сильно нефть ну или по крайней мере психологический эффект давления что не в любой момент может прерваться и за счет этого нефть будет наверное какое-то время сейчас отрастать главное ей закрепиться выше 31 и там уже возможен будет оскок диапазон 35 37 вот но опять же с учетом фундаментального перекоса что предложение превышает спрос пока данный вопрос не будет урегулирован а он для того чтобы привести в соответствие потребуется ну я думаю где-то полгода как минимум всегда будет оставаться возможность срыва цен на нефть 20 долларов за баррель но там 18 половиной 20 надо это держать в голове и помнить что какая бы сейчас эйфория не пошла вот этот спред между спросом и предложением то что добывается то что потребляете его оперативно не закроют и это будет все время навесом который в любой момент может котировки обрушить так у нас весь рынок попер вот нлмк здесь у него есть красивая цель движения это 123 123 124 это если рассматривать достаточно такую большую амплитуду ближайшая цель конечно не движение 111 мы помним если 100 будет пробита то это будет задерг вниз и причем достаточно сильный но вот судя по этой свечи ближайшая цель движения сегодня я думаю она будет закрыт это 114 половины 115 по факту про торговки здесь набора позиций следующая цель движения лежит вот здесь на 122 если все-таки будет откат назад и пойдет пробитие уровня 103 102 с половиной то это будет сломать этого растущего тренда зарождающего и ближайшее время будет тестирование сотки дальше либо снижение объема и отскок или пробитие и падение в пропасть я думаю сегодня больше вероятность движения вот сюда вот так норильский никель пытается развернуться но пока не хватает устойчивого роста в поваде поэтому пока норильский никель он под вопрос такси суд котировки посмотрел по поваде рост два с половиной процента то есть в принципе норильский никель сегодня тоже может быть ракет так мы исходя из этой информации у него цель движения первое но который вот она скорее всего сразу будет закрыть это 16 тысяч четыреста двадцать и дальше если все хорошо пробитие 17 300 на растущем объеме и далее вот сюда вот 18 300 18 900 вот сюда вот в этот диапазон возврат но и стоп здесь должен быть 15 250 15 200 пробития вот данного диапазона на растущем объеме поведет котировки вниз на 14 200 ниже сейчас я думаю больше вероятность роста потому что вообще как бы позитив по рынку то есть краш кэш преодолен и поэтому высока вероятность того что сегодня в пятницу и понедельник мы будем видеть позитивную динамику по рынку но по интересу здесь вот тоже но сформировалась разворотом первая ближайшая цель движения для котировок это 275 при закреплении 275 ближайшая цель будет 294 ну часовой таймфрейм часовой таймфрейм здесь вполне как бы четко рисует что как только будет пробить и 269 с половиной на растущем объеме 1 цель движения по часовому таймфрейму находится на 284 вот здесь